Всем доброго времени суток! Всем хорошего настроения, друзья мои! Всем хорошей погоды! У нас вот копель. Такое впечатление, что наступила весна. Птицы с аппетитом клюют в зернышки. Тоже, наверное, почувствовали весну. Птицы с аппетитом клюют в зернышку. И я решила всё-таки заглянуть в лес и посмотреть, что здесь новенького. Новенького ничего нету. Деревья те же. Собаки лают. Изредка поют птицы. Что-то я в последние дни погрузилась, как говорят, в бытовуху. Нету времени снимать видео. Вчера выставила короткое видео, как поют птицы. Сегодня утром посмотрела. Никто моё короткое видео не смотрит. Я сама очень не люблю эти шорты. И, честно говоря, почти их не смотрю. А если и смотрю, никогда не пишу комментарии. Но мне не интересны эти шорты, честно вам говорю. А вчера решила проэкспериментировать. Но, как и ожидала, эксперимент мой был неудачным. Больше не буду снимать короткие видео. Я думаю, что успех коротких видео во многом зависит от названия. А с названием у меня беда. Вот я с вами говорю и вижу белочку вдалеке леса. Хотя я уже немного боюсь ходить в лес. Недавно увидела по телевизору, как дикие кабаны атаковали село. Их было столько, но не меньше пятидесяти. Не меньше пятидесяти, представляете? Им понравилось так село, что они поселились в брошенные хаты и терроризируют людей. Мне стало очень страшно. У нас запрещено убивать кабанов. Поэтому они, конечно, наглеют. Насколько я знаю, вернее, знала, что дикие кабаны не любят встречаться с людьми. Оббегают людей стороной. Но, видите, сейчас в мире всё меняется. Климат меняется. У зверей меняется характер. Люди меняются. Всё меняется. А вот и следы кабанов. Видите? Так что, пожалуй, я дальше вглубь леса не пойду. Говорю, не пойду вглубь леса, а сама иду. А вот следы белочки. Видите? Попрыгуньи. Вижу очень много следов беличьих. Ведут в самую-самую глубь леса. Но я туда не пойду. На деревьях не вижу. Они наверняка меня видят и спрятались. Немножко прогулялась. Нужно идти домой. Нужно нести Дашу на укол. Я люблю гулять в лесу. Было бы время, гуляла бы целый день. В лес я съехала. А из лесу выбираться очень скользко. Сходили с Дашей на уколы. Дашу вам не показывая. Даша не до ютуба, не до съемок. У Даши стресс. Сегодня у Даши был третий визит к врачу. Первый раз она ничего не подозревая. Думала, что она с Наташей гуляет. Вела себя прекрасно. Второй раз она что-то заподозрила. Немножко начала нервничать. Но я ее спокойно донесла. Более-менее она вела себя спокойно. А сегодня она уже все поняла. Поняла, что ее будут колоть. Ей будет больно. И она устроила мне такой концерт. Я ее еле донесла до поликлиники. Причем Даша устроила концерт и по пути в поликлинику, и в самой поликлинике. Потому что там очередь. Столько животных, оказывается, болеют. И по пути уже из поликлиники домой. Короче, у Даши очень сильный стресс. А у меня, наверное, стресс еще больше. И вот, чтобы как-то развеять стресс, я Дашу оставила дома. А сама пошла немного прогуляться. Когда болеют животные, для меня это тоже стресс. Вот так вот у меня прошел день. Пролетел, как одно мгновение. Солнце уже заходит. Сегодня, друзья мои, я с вами прощаюсь. Уже темнеет. Желаю всем крепкого здоровья. Будьте счастливы. Не болейте, это самое главное. До свидания. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»